Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? Вот и вышло Starfield. Про оценки от игровой прессы мы уже рассказывали. А что же игроки? Сразу после старта игры в Steam сотня за сотней посыпались пользовательские обзоры. На момент создания Инфакта их накопилось аж 19 тысяч, из которых 84% положительные. Пиковый онлайн превысил 268 тысяч. Показатели, да, хорошие, но это вовсе не значит, что игроки новое детище Тодда Говарда ни за что не ругают. Жалуются на дизайн интерфейса, большое количество загрузочных экранов, плохую оптимизацию и однообразные планеты. Кроме того, недовольство вызвало то, что непосредственно на корабле летать приходится совсем немного. По большей части герой прыгает между планетами через меню карты галактики. А вот хвалят Starfield за масштабность, интересный сюжет, продуманные сайдквесты, приятную боёвку и дизайн окружения и предметов. А кто-то ставит оценку авансом, объясняя свой мув тем, что игра станет отличной базой для моддинга. Интересный факт. Рефанднуть Starfield можно, даже если вы наиграли более 30 часов. Некоторые просто пробегали сюжетку и после этого возвращали деньги. Вот негодяи. Кстати, у нас тут вышел подкаст, в котором Иван Лоев и Василий Гальперов делятся первыми впечатлениями от игры. Ссылку я оставил в описании. Обзор тоже будет, но попозже. Вчера Sony реализовала свой злодейский план по повышению цен на подписку PlayStation Plus. Рост этот оказался ощутимым, особенно для пользователей турецких аккаунтов. В то время как в США ценник вырос на треть, что уже немало в Турции, подписка подорожала в 6 раз. То есть, например, если раньше PS Plus Deluxe на 12 месяцев стоило всего 460 лир, то теперь извольте отвалить 2740. Deluxe подписки на 1,3 месяца подорожали не так драматично. Всего лишь в какие-то жалкие 4 раза. С 70 до 305 лир за месяц и со 190 до 830 за треху. Такие дела. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom получила высочайшие оценки и отлично продалась. Казалось бы, клепает для нее контент и богатей. Но Nintendo порадовать фанатов игры не спешит. Никаких DLC компания сейчас не делает. По словам продюсера игры, разработчики сделали для нее все возможное, так что и добавить-то нечего. Разве что новую полноценную игру делать. По этому поводу глава проекта Хидемаро Фудибаяси заявил, что в будущем разрабы постараются превзойти себя и сделать следующую игру еще круче. Создатели Souls-like Lies of P выкатили свежий ролик с демонстрацией оружия, коим наш Пиноккио будет выводить из строя агрессивных аниматроников. В видео это интересные конструкции сабля, пылающий кинжал, рапира, гигантский сикач, внезапно бензопила, ну и еще по мелочи. Фантазии авторам не занимать, не отстают и творцы из Remedy. Студия тоже выкатила геймплейный видосик, в котором агент сага в течение 11 минут показывает, чем мы будем заниматься в ее эпизодах. Начинается все с посещения паба в городке Уотери, где героиня опрашивает местных жителей. После этого мы перемещаемся в чертоги разума саги и под конец оказываемся в жутком парке развлечений Coffee World. Встреченных врагов агент по старинке сначала выжигает фонариком, а после начиняет свинцом. Все это дело сопровождает гнетущая атмосфера. Короче, давайте уже скорее выпускайте, мы с Яном ждем немогем. Alan Wake 2 стартует 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Стильный киберпанковый платформер Replaced от белорусской студии Setcat перенесли. Разработчики объяснили это тем, что у сообщества сложились слишком завышенные ожидания от проекта, и дабы не ударить в грязь лицом, они решили взять больше времени и вывести каждую составляющую игры на высший уровень. Команда установила для себя высокую планку качества. К примеру, у главного героя свыше 500 созданных вручную анимаций для одного только платформинга, и все прочие аспекты коллектив хочет выполнить с той же внимательностью к деталям, на что и понадобится больше времени. Так что теперь ждем релиз только в следующем году. Платформы ПК, Xbox и, хоть это и не платформа, Game Pass. Студия Coldmaster, соответственная за серию автосимуляторов Dirt, анонсировала EA Sports WRC, лицензированный симулятор гонок чемпионата мира по ралли. Авторы называют проект самой масштабной ралли-игрой, в которой предстоит собрать автомобиль мечты и принять участие в грандиозном турнире. Кастомизировать можно будет все, от кузова и различных ходовых деталей до внутреннего убранства. Для EA Sports WRC заготовили 18 официальных локаций чемпионата по ралли. Гонять игрокам предстоит по асфальту, гравию и снегу. Автопарк включает 78 машин от официальных производителей, вроде Ford, Toyota и Hyundai, включая культовые раллийные авто. В каждой используется динамическая система управления, которая должна обеспечить самое реалистичное ощущение от езды по бездорожью. Также заявлена поддержка кроссплатформенного мультиплеера и различных устройств ввода на ПК, а со временем появится и VR-режим. EA Sports WRC выйдет 3 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но без перевода на русский язык. Shira Games наконец-то назвала точную дату, когда Dune Spice Wars покинет ранний доступ и отправится в свободное плавание. Полноценный релиз состоится уже через неделю, 14 сентября. Помимо этого разработчики представили шестую играбельную фракцию – Дом Экос. Он использует связи в сфере искусств, чтобы опозорить и деморализировать своих оппонентов. Выбрав эту фракцию, вы будете создавать шедевры, порча которых вызовет гнев как в Лансрааде, так и среди простых людей. Для подчинения территорий Экос могут возводить заповедники для сохранения местной культуры, которые нельзя будет захватить. А если между несколькими заповедниками построить садовый комплекс, то это в несколько раз увеличит получаемые бонусы. Уникальными юнитами Экос выступают бронированные пикинеры, мушкетеры, фехтовальщики и рыцари. В сражении боевые знамена Экос воодушевляют солдат и деморализируют силы недруга. Наконец, Шира сообщила, что игра после релиза подорожает на 5 долларов. Dune Spice Wars будет доступна в Steam, Microsoft Store и по подписке Game Pass. Грядет еще одна новая игра про подростков-мутантов-ниндзя-черепашек. Подробностей немного, но известно, что это будет проект по мотивам недавнего мультфильма «Черепашки-ниндзя. Мутантский разгром». Действие развернется через несколько месяцев после событий мульта. Игроки займутся спасением Нью-Йорка от мутантов. Визуальный стиль мутантского разгрома сохранится, как и юмор. Выйдет игра на ПК и неназванных пока консолях, когда-то в 2024-м. И на сегодня это все. Заходите на наш сайт и ознакомливайтесь с подкастом о Старфилд и обзором Daymar 1994 Sandcastle от Кирилла Волошина. Не забудьте чекнуть сайт Delta Force и пройти предварительную регистрацию, а вечером залетайте на модный стрим на нашем Twitch-канале. Отличного вам настроения и хорошего дня!